Сити-мобиль уходит с рынка такси и сейчас огромное количество людей говорят о том, что будут повышать цены на такси, это катастрофа и так далее. Я считаю, что уход сити-мобиль абсолютно не замечен будет на рынке такси, цены не повысятся из-за того, что рынок так перегрет, как бы что ни говорили, нехватка водителей и так далее. И освободившиеся места водители, которые окажутся без работы, они, естественно, пойдут работать в другие агрегаторы такси на тех условиях, которые и были. Я, например, не пользовался этим такси несколько раз, ездил, мне не особо нравился сити-мобиль, потому что есть выбор среди многих агрегаторов. И если бы, например, мне не сказали, что он уходит с рынка, я думаю, никто бы не заметил. Основная масса процентов, 90, даже не заметили бы, потому что большой процент пользуется другими агрегаторами, которые остаются на рынке. Я считаю, что если идет перегрев цен, если начнут повышаться цены на такси, это все зависит от агрегатора такси. Потому что сейчас ситуация не такая, как месяц назад и не такая, как 10 лет назад, когда уход крупного агрегатора, естественно, способствовал переделу рынка и так далее и тому подобное. Сейчас это никак не влияет, рубль укрепляется. Это не то, что было месяц назад, когда начались панические ситуации, когда люди бросились скупать валюту, продавать рубли и так далее. Рубль укрепляется. Политика, которая делается по отношению к рублю, она способствует укреплению. Цены, наоборот, на такси будут снижаться. Я думаю, что они будут регламентированы и достаточно комфортны. И учитывая то, что вне зависимости от того, что таксопарк растет, самое парадоксальное, что все меньше и меньше людей пользуются услугами такси. Потому что цены достаточно весомые. Все переходят на общественный транспорт. В Москве, благо, это развивается и достаточно хорошо. Правительство Москвы, Минтранс, Собянин, они, как знали, как говорится, подготовились к тому, чтобы общественный транспорт в России работал, в Москве работал достаточно четко. Я считаю, что регионам тоже нужно подтягиваться, потому что рынок автомобилей, он уже перегревается. И многие присаживаются на общественный транспорт. Поэтому уход одного агрегатора, любого крупного, некрупного, не важно. Даже если будет огромный агрегатор, он не повлечет на какие-то колоссальные сдвиги, ужасы и так далее. Все идет в рамках разумного. Свято место пусто не бывает. Идет импортозамещение. А в нашем случае идет не импортозамещение, а идет бизнес-замещение. То есть тот рынок, который был охвачен ситимобилем. А ситимобили-то цены не дешевые были. Они были такой средний, выше среднего сегмента. Они автоматически перекочуют в Яндекс.Такси, Убер и другие операторы. Просто будут заказывать машины не эконом-класса, а более комфортной. Вот и все. Ничего не поменяется. Водители перейдут к этим агрегаторам компании, поменяют просто вывеску владельца. И все будет по такой же самой схеме работать. Поэтому я считаю, что это в принципе достаточно позитивная тенденция. Единственное, что еще раз говорю, я против монополизации. Например, я был в Албании. Там цены на такси, одни из самых, я считаю, высоких в Европе. Учитывая по уровню достатка в этой стране. Например, в Москве проехать, если переводить на доллары 10-15, максимум 20 долларов, то в Албании это где-то в районе 150-200 долларов. То есть цены запредельные. Бомбил там нет, все схвачено, цены фиксированы. И любой, кто их игнорирует, автоматически вылетает с рынка. Причем там пожизненно. Вот у нас бы вести такие законы. Если какой-то таксист облажался или автопарк и так далее, то его просто выбивают вообще с рынка. Он не может кроме тещи перевозить никого. Я считаю, что это было бы правильно. Еще раз говорю о том, что многие компании сейчас уходят. Идет замещение. То, что было забито крупными компаниями. То же самое Макдональдс и другие компании крупные. Кто мебель продает и так далее. Да, будет ассортимент меньше. Но в любом случае высвобождается пространство. Просто дармовая доля рынка просто остается пустой. Занимай кто хочешь. И вот здесь, я думаю, что по административному ресурсу, по бизнес-ресурсу государство будет контролировать. Они будут занимать определенные сегменты. И в принципе формально мы это не заметим. Единственное, что я еще раз говорю. Нужно со стороны государства вводить жесткий контроль, регулирование цен. Который позволит гражданам быть уверенным в том, что не будет вот такого катаваси, как с этим сахаром. Я не ем сахар, да мне насрать. Пардон, мне наплевать на этот сахар. Я его не ел и не ем никогда. Но есть люди, которые его употребляют. И для них это проблематично. Я считаю, что нужно вводить именно регламент цен. И жестко наказывать. Не то, что там штраф какой-то 200-300 тысяч. Это, как говорится, фура, одна машина с сахаром. И он отбил уже этих 10 штрафов владелец, который на этом делает. Поэтому и выгодно ему делать, на штрафы наплевать. А вот если бы было штрафы, например, 100 миллионов рублей, 500 миллионов рублей, все. Закрывай рынок, иди с узелком куда-нибудь там торгуй орехами на трассе. Еще раз говорю, все идет, я считаю, что достаточно позитивно. Есть перегибы, конечно, вот эти все как с сахаром. С этим паника какая-то и так далее. Рынки такси уходят, еще какие-то компании, еще что-то. Еще раз говорю, это временное явление. Я уверен, что сейчас сети Мобиль уйдет. Когда ситуация изменится, я думаю, к концу года, к сентябрю, к октябрю, она стабилизируется. Начнут опять возвращаться к концу года компаний зарубежные, но они будут возвращаться уже на других условиях. Вот этот главный момент, который я хотел бы сказать вот этим компаниям, которые уходят. То, что уйти легко, вернуться сложно. Потому что тот же самый сети Мобиль, который просто дарит свой рынок конкурентам, это просто вообще нонсенс. Я подарил свой рынок все точки, все заказы, всю клиентскую базу. Весь оборот, который он здесь получал, он просто дарит конкурентам. Там Яндекс, Убер, они поделят это и все. Вот он вернется в конце года, будет возвращаться, ему придется начинать с нуля. Ему придется вкладывать деньги, опять развивать эту сеть и так далее. Потому что она уже будет занята. И вот это главная проблема этих компаний, которые уходят с российского рынка. Они уходят, не задумываясь, что рано или поздно они вернутся. Потому что российский рынок, кто бы ни говорил, он огромен. Несмотря на состояние, благосостояние людей, ситуацию с экономикой и так далее, он в любом случае достаточно интересен для инвесторов, для компаний и так далее. Иначе бы столько здесь не было у нас зарубежных компаний, которые сейчас убегают. Я считаю, что перед тем, как уйти, вы просто подумайте, нужно ли вам это делать. Самый простой вариант, просто сети мобилей сохраняя, я бы просто как бы сделал обычный человек. Он бы просто перерегистрировал компанию, например, назвал бы ее, например, там, город такси. Не знаю, по-другому, другое название. Перевел бы все свои активы на российскую компанию, бы продолжал работать. А сам бы ушел формально. Это тоже способ, да, такой достаточно серьезный. Но, еще раз говорю, но компании зарубежные, они почему-то думают в первую очередь какими-то эмоциями. Они не думают о бизнесе. И вот это самое парадоксальное. Обычно приоритет для любого бизнеса – это прибыль. Но он почему-то не действует в период вот этих санкций против Российской Федерации. Компании просто плюют на бизнес свой же, его сами закапывают и уходят. Для меня это вообще удивительно. Ни в одной стране мира такого не было. Есть какие-то жесткие санкции и так далее. Самое главное, что государство и государственные организаторы, там, то же самое, Америка, Германия, Франция и так далее, они не заставляют компанию уходить с российского рынка. Это дело каждого бизнесмена. Так называемая позиция, активная позиция и так далее. Ну, возьми ты, там, помогай бедным и так далее. Ну, неважно. Короче, ничего страшного нет. Одна компания ушла 10-20 и так далее. Главное, чтобы не было бы на поле государства, как в Албании. Если государство будет владеть такси, оно будет или регулировать цены жестко, а если перестанет регулировать, то тогда и агрегатор может назначать любые цены. Вот это вот главная опасность. То, что поступали магазины. Там сахар стоит 30 рублей, сейчас, я не знаю, 100-110, не знаю, сколько. Просто от балды цену назначили, и она на прилавке. Я считаю, что если сумма превышает определенную маржу, которую зарабатывает компания, за это должны быть жесточайшие наказания. То есть, компания, которая повысила сахар, например, там больше, чем в два раза, ее надо с рынка просто угонять и все, лишать ее рынка, ну, снимать ее все просто там, лицензии и все, иди там, продавай апельсины и еще угодно. То есть, вот такой жесткий подход. Вот я думаю, к этому все идет, потому что последний закон, который сегодня был принят, это закон по поводу того, что компании, которые, российские компании, которые находятся здесь, которые сами оказывают санкции или фиксируют санкции, ну, например, там какой-то магазин, Луи Виттон, например, там. В Париже его нельзя купить, и он здесь решил, все, я теперь не буду продавать, вводят какие-то ограничения, я считаю, что здесь должна быть действительно ответственность. То есть, если ты находишься в России, здесь законы российские. Все. Если там санкции, давай уходи и освобождай место. С вами Константин. Надеюсь, вам было понятной ситуацией текущей. Из такси, с уровнем перевозок и так далее. По поводу автомобиля я уже говорил, посмотрите мои ролики. Большое интервью у меня было для федерального канала, там, часовое, где я говорил, то, что уход вот этих зарубежных автоконцернов, он просто расчищает место для других. Кто это? Китайцы, которые занимают вот эту нишу своими автомобилями, и мы абсолютно, ну, будешь ездить на другой марке, и это не важно абсолютно. Поэтому смотрите, слушайте, подписывайтесь. Я думаю, что вот эти аналитические вещи, которые я говорю, они сделают так, чтобы вы будете просто спокойны и свободны на текущие ситуации, которые развиваются очень интенсивно. И, в принципе, все идет по плану, нормально. Все, удачи. С вами Константин, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...